Судьба переменчива и непредсказуема. Никогда нельзя знать заранее, какой удар или подарок она преподнесет нам завтра. Будет ли это радость или грусть, успех или провал? Иногда нам кажется, что мы можем создавать свою судьбу, а иногда мы бессильны против обстоятельств и понимаем, что она управляет нами. Зачастую мы не придаем значения каким-то мелким деталям, которые в будущем могут привести к большим изменениям. Случайная встреча или решение, принятое нами полгода назад и уже давно забытое, могут кардинально изменить нашу жизнь. Когда нам кажется, что судьба обернулась против нас, неожиданно все может измениться в лучшую сторону. Бывает так, что судьба наказывает нас за наши промахи и ошибки, но нередко она дает нам еще один шанс. И тогда мы понимаем, что ничто в нашей жизни не случайно. Однако мы не знаем, что нас ожидают в дальнейшем. Мы должны научиться жить в настоящем, ведь каждое событие – это возможность улучшить свою жизнь. Первый брак Алексея оказался неудачным. Жена ему досталась пьющая и гулящая. Алексей промучился с ней три года. А потом не выдержал и подал на развод, хотя у них с супругой был маленький ребенок. Чтобы забыть о своей неудачной семейной жизни, мужчина решил уехать на заработки. Ему понравилось на новом месте. На работе хорошо платили, местность в деревне была живописная. Вокруг смешанные густые леса, недалеко протекала река. А что еще нужно для счастья деревенскому мужчине? В скором времени Алексей познакомился с девушкой Любой. Она абсолютно не была похожа на его бывшую жену. Люба была скромной, простой и хозяйственной девушкой. Через семь месяцев после знакомства Алексей сделал ей предложение. Семье Любы он понравился. Мужчина был трудолюбивый, выпивал только по праздникам. Жену и родителей уважал. Бабушка оставила Любе старый домик с большим участком. Алексей отремонтировал этот дом, поставил новый деревянный забор, распахал участок. Супруги вели курочек и поросят, а также собаку и кошку. Родители радовались за дочку. Подруги Любе завидовали. Молодые жили в любви и мире. Алексей забыл о бывшей жене и ребенке. Он ничего не стал рассказывать Любе о своей прежней жизни. Вскоре девушка забеременела, но ребенка потеряла. Тяжело переживала Люба эту потерю, а еще раз забеременеть почему-то не получалось. Решила Люба сходить к местной бабушке-знахарке. «Бабушка Лариса, ты моя последняя надежда. Потеряла я ребенка, а больше забеременеть не могу». Пожилая женщина посмотрела на Любу и сказала «Со здоровьем у тебя все в порядке. Проблемы у твоего мужа. Скоро тебе станет все известно». Люба в недоумении вернулась домой. То, что сказала бабушка Лариса, не выходило у нее из головы. Что же такое с ее мужем? Спросить у Алексея напрямую Люба побоялась. Вдруг он будет смеяться, что она обратилась к знахарке. Так и жила девушка в сомнениях. Один раз во время уборки дома Люба меняла постельное белье. Когда она снимала с матраса простынь, то увидела под ним листочек бумаги. Девушка развернула его. На нем неровным детским почерком было написано «Папа, забери меня, пожалуйста. Мама умерла, а я живу у чужих людей. Мне здесь не нравится. Твой сын Женя». Люба с нетерпением ждала возвращения Алексея с работы. Когда муж пришел, она ни слова не говоря протянула ему листок. Мужчина нахмурился и сказал «Почему я его не выбросил? Леша, кто этот мальчик? Почему ты ничего не говорил о нем раньше?» И Алексей рассказал о своей непутевой первой жене и о сыне. В конце он добавил «Я хочу забыть свою прошлую жизнь. Но в чем виноват твой сын? Как же ты можешь спокойно жить, зная, что твой ребенок у чужих людей? Забери его и привози к нам. Я буду любить его, как родного сына». Алексей ни в какую не соглашался, но Люба стояла на своем. Через пять дней Алексей приехал домой с ребенком. На вид ему было лет шесть. Это был худой мальчик, который был одет в поношенную грязную одежду. Ботинки ему были явно велики. Когда Люба увидела его, у нее из глаз покатились слезы. Она обняла мальчика и прижала его к себе. «Тетя, тетя, не плачьте, пожалуйста». «Это я плачу от счастья, что ты к нам приехал». «А я могу вас называть мамой?» – спросил мальчик и посмотрел на Любу большими серыми глазами. «Ну конечно, я твоя мама, а ты мой сын Женечка. Ну пойдем, пообедаем, а затем папа покажет тебе наше хозяйство». Люба собрала обед и смотрела, как мальчик с аппетитом ест. Когда Женя покушал, он сказал «Спасибо, мама, я уже давно не ел досыта». Люба увидела, как Алексей виновата отвел глаза. Женя был прекрасным ребенком. Добрым, ласковым. Он во всем старался помогать родителям. Носил воду из колодца, помогал кормить поросят, даже полы мыл. Люба не нарадовалась, какой хороший помощник у нее появился. «И кто же тебя всему этому научил?» – спросила она мальчика. «Когда мама умерла, меня взял к себе дядя Петя. Он всегда говорил, что еду нужно заработать. Ругался, когда у меня что-то не получалось. Иногда даже наказывал. Один раз закрыл на ночь в сарае. Сказал, что я плохо убрал у поросят. А я старался. Но это еще ничего. Самое страшное – это когда он мне есть не давал. Ляжешь спать, а заснуть не можешь, потому что в животе урчит от голода. Сын дяди Пети, Ванька, любил меня подразнить. Ходит, бывало, с пирожками и сует мне их под нос. А они такие ароматные, что аж тошнить от голода начинает». Люба не смогла сдержать слез. Она подошла к Жене, крепко обняла его и сказала. «Мальчик мой, как хорошо, что ты написал отцу? Теперь все будет хорошо. Я буду часто печь тебе пирожки». «Мамочка, какая же ты добрая! Я тебе всегда и во всем буду помогать. А в школу я пойду?» «Ну, конечно, пойдешь. Купим тебе красивый ранец, тетрадки, ручки, карандаши, а еще рубашку и брюки. Ты обязательно будешь хорошо учиться», говорила Люба и гладила Женю по голове. Сколько же испытаний пришлось вынести мальчику за свою жизнь. Люба пообещала себе, что сделает все, чтобы Женя был счастлив. Алексей стал привыкать к сыну. Он начал учить Женю мужской работе по дому. Мальчик был смышленый, все у него получалось. У Жени появились друзья, он часто играл с ними в футбол. Алексей стал брать сына на рыбалку. Они вместе варили уху, запекали картошку на костре. Словом, у Жени наконец-то началось настоящее детство с играми и родительской заботой. Люба всей душой полюбила Женечку, а через некоторое время она поняла, что ждет ребенка. Молодая женщина была счастлива. Наконец-то у нее будет настоящая большая семья, о которой она всегда мечтала. Алексей тоже был рад этому известию. Он заботился о супруге, старался помогать ей по дому, чтобы она могла больше отдыхать. Женя с большим нетерпением ждал, когда у него появится братик или сестричка. Пока Люба была беременна, мальчик пошел в школу. Учиться ему нравилось, он все успевал. И помогать родителям по хозяйству, и поиграть с друзьями, и уроки сделать. Несмотря на свое непростое детство, Женя рос добрым мальчиком. Люба в положенное время родила сына. Его назвали Егором. Мальчик родился беспокойным. Он плакал ночи напролет, не давая Любе поспать хотя бы пару часов. Женя жалел маму. После школы он гулял с братиком на улице. За это время Люба успевала приготовить обед и немного отдохнуть. На удивление Егор успокаивался со старшим братом и крепко засыпал. Женя искренне любил брата, баловал его и во всем уступал ему. Шло время, и Егор стал пользоваться добротой старшего брата. Например, если отец давал младшему сыну задания, то Егор просил Женю сделать все за него. Мальчики подрастали, а вместе с ними подрастали и их будущие невесты. Особенно выделялась среди своих подруг красавица Лида. Ей было уже почти 14, и из угловатой девчонки она стала превращаться в соблазнительную девушку. Лида была одноклассницей Егора. Парень ей очень нравился. В последнее время он заметно возмужал. Лида помогала Егору делать домашнее задание, решала за него контрольные работы. Егору нравилось то, что влюбленная в него одноклассница помогает ему с учебой. Иногда он делал ей комплименты и пару раз даже поцеловал. Лида на глазах превращалась в настоящую красавицу. У нее были большие голубые глаза с длинными ресницами, пухлые губы, стройная фигурка. Лида была скромной и доброй девушкой. Она много читала, занималась рукоделием и во всем помогала родителям. Но Егор к Лиде серьезно не относился. Ему по душе были смелые и яркие девчонки. Женя отслужил два года в армии и поступил в институт. После окончания учебы он хотел вернуться домой. Парень мечтал построить дом и обзавестись семьей, а личная жизнь у Жени не клеилась. У него были девушки, но той единственной, с которой можно пойти под венец, он пока не встретил. Деревня Белая Березка встречала весну в работе. Ярко светило солнце, повсюду пробивалась свежая зелень, слышалось пение птиц. Учеба в школе закончилась, и Егор с Лидой готовились к экзаменам. Хотя на самом деле готовилась только одна Лида, а Егор рассчитывал на ее помощь. Он только делал вид, что занимается. Днем он спал, чтобы вечером можно было пойти гулять с друзьями. Когда выпускники отправились на ночную прогулку, которая была посвящена последнему звонку, Егор уединился с Лидой. Он жарко ее обнимал, девушка ему не препятствовала. Алексей и Люба доверяли сыну. Проследить, как на самом деле он готовился к экзаменам, они не могли, так как были заняты полевыми работами. Люба рассчитывала, что Егор, как и Женя, получит высшее образование. Алексей же не замечал большой тяги младшего сына к знаниям. Он думал, что Егор устроится на работу. В армию его не должны были забрать по состоянию здоровья. А у самого Егора планов на будущее не было. Лето он хотел провести, гуляя с друзьями. О том, что будет потом, он не думал. Прошли выпускные экзамены. Егор с трудом их сдал, а Алида по всем предметам получила пятерки. На выпускной девчонки надели блестящее вечернее платье, обули туфли на высоком каблуке, сделали красивые прически. Школа наполнилась благоуханием цветов. После торжественных напутствий директор школы и учителя отпустили выпускников в свободное плавание. После застолья в школе выпускники продолжили гулять на природе. Егор несколько раз поцеловал Лиду. Он прекрасно понимал, что девушка влюблена в него без памяти. Одноклассники разделились на группы. Егор взял Лиду за руку и повел ее на прогулку. Было уже темно. Молодые люди, гуляя, пришли на окраину деревни. Было тихо, светила яркая луна, сияли звезды, за деревней начинался луг. Ребята увидели сток сена и подошли к нему. Егор снял ветровку, положил ее на землю и пригласил Лиду присесть. Девушка послушно села. Егор сел рядом с ней, обнял ее и спросил. «Лида, ты любишь меня?» Девушка робко ответила. «Да. А чем ты мне можешь это доказать?» «Ну, я не знаю. Разве любовь нуждается в доказательствах?» «Ну, конечно». И Егор обнял Лиду, поцеловал ее в губы, повалил на землю и начал ласкать. Потом молодые люди лежали и смотрели на звезды. Егор думал, какой же он все-таки молодец. Соблазнил девушку. А Лида думала о том, как сильно она любит Егора. «Мы поженимся?» – спросила она. «Лид, мы с тобой еще такие молодые. Зачем нам жениться? Мы и так можем любить друг друга». Женя вернулся в Белую Березку. Он тосковал по родным местам. В городе он видел красивые высотки, шикарные машины образованных людей, которые пытались доказать свое превосходство друг перед другом. Но Женя понимал, что жить он может только в деревне. Его душа просилась на свою малую родину. Родители были очень рады, что старший сын вернулся домой. Люба испытывала гордость за Женю. Далеко не каждый деревенский парень имел высшее образование. А после того, как Женя сказал, что он хочет организовать свое личное фермерское хозяйство, отец очень обрадовался и сказал, «Молодец, сынок! Хорошее дело затеял. Чем смогу – помогу. Егор, ты бы равнялся на старшего брата. Он всегда стремился к лучшему. Не то, что ты. Дальше учиться не хочешь. Работать тоже не спешишь. Только о гулянках и думаешь. Бать, хватит мне нотации читать. Я уже не маленький. Сам знаю, что мне делать». «Не маленький? Взрослый, значит? А где ж твои поступки взрослого человека?» Женя решил вступиться за брата. Придет время, и Егор возьмется за ум. «Надеюсь, пора бы уже», – ответил отец. С появлением Жени в «Белой березке» девушки активизировались. Они знали, что он завидный парень, серьезный, нацелен на работу и создание семьи. В субботу Женя отправился в местный клуб, чтобы встретиться с друзьями. Егор решил составить компанию старшему брату. По дороге он рассказывал последние деревенские новости. Возле клуба стояла компания молодых людей. Появившиеся Женя и Егор сразу стали объектом обсуждения. В сторонке стояла Лида со своей подругой Полиной в ожидании Егора. Полина, в отличие от своей подруги, была боевой девчонкой. У нее тоже была приятная наружность и стройная соблазнительная фигура. Полина кокетничала со многими парнями, но серьезно ни к кому не относилась. Все деревенские парни, по ее мнению, были ее недостойны. «Смотри-ка, Женька вернулся из армии. Изменился так, как возмужал. Надеюсь, не такой бездельный, как Егор», сказала Полина. «Зачем ты так говоришь про Егора? Просто ему еще нужно повзрослеть. Он только недавно школу окончил. А Женя получил высшее образование и вернулся в деревню, чтобы организовать свое фермерское хозяйство», сказала Лида. Об этом ей рассказывал жених. «Ну надо же, я бы не подумала, что из этого маменькиного сынка вырастет нормальный парень». «Пожалуй, я к нему присмотрюсь», ответила Полина. Началась дискотека и молодые люди пошли танцевать. Лида увидела Егора и подошла к нему. Полина составила ей компанию. Девушки танцевали рядом с братьями. Полина томно смотрела на Женю, кокетливо ему улыбалась и всем своим видом показывала, что он ей нравится. Женя заметил внимание со стороны девушки и ответил ей взаимностью. Когда заиграла медленная композиция, парень пригласил Полину на танец. Девушка хорошо двигалась в отличие от Жени, который несколько раз наступил ей на ногу. Егор, скучая, танцевал с Лидой, а его взгляд блуждал по танцполу. Он искал, кем бы заменить Лиду. Девушка поступила в университет и осенью должна была поехать в город. Егор продолжал встречаться с Лидой. Они были близки, но парень понимал, что пора заканчивать эти отношения. Они ему были абсолютно не нужны. Тем более, что Лида постоянно говорила о свадьбе. А это уж точно не входило в его планы. Ему нужна была девушка только для секса и ничего более. После дискотеки Женя пошел провожать Полину. А Егор обнял Лиду, и они направились в другую сторону. «Я не знаю, как я буду жить без тебя в городе», сказала Лида. «Как, как? Найдешь себе парня, а про меня забудешь», ответил Егор. «Зачем ты это говоришь? Ты же знаешь, что я тебя очень люблю. При первой же возможности я буду приезжать в деревню». Озадаченный Егор слушал Лиду и думал, что от нее отделаться не так-то просто. Молодые люди пришли в свое укромное место. Парень тут же принялся раздевать Лиду. «Егор, ты любишь меня?» – спросила девушка. «Да, давай потом поговорим. Я по тебе соскучился». И парень страстно обнял Лиду. Женя провожал Полину до дома. Уже стемнело. Воздух был свежим, где-то далеко квакали лягушки. «Как же это замечательно, вернуться в деревню. В городе не услышишь этих звуков природы», сказал парень. «Женя, я тебя не понимаю. Если бы у меня появилась возможность жить в городе, то я бы ни за что на свете не вернулась бы в нашу деревню. Что хорошего меня здесь ожидает? Работа на ферме до свое хозяйство. Это Лидке нравится такая жизнь. Она и учиться пошла на зоотехника, чтобы на всю жизнь остаться в деревне. А я… Я мечтаю о другом. Я хочу жить в небоскребе, ездить на шикарной иномарке, покупать себе одежду в бутиках. Хочу быть богатой». Женя ответил, «Но ведь богатство нужно заработать. Совсем не обязательно. Я просто могу выйти замуж за богатого мужчину. Что же ты ему предложишь взамен?» «Свою привлекательность». «Полина, смешная ты?» «Привлекательных девушек много, а богатых мужчин на всех не хватит». За разговором молодые люди не заметили, как подошли к дому Полины. Женя с нежностью взял ее руку и поцеловал ее. «Полина, спасибо, что составила мне компанию». «Да не за что. Заходи как-нибудь. Лидка скоро уедет учиться, и я останусь без подруги». «Скучно будет». «А ты почему не пошла учиться?» «Это не для меня», – засмеялась Полина. «Я в школе отучилась. Считать умею. Деньги всегда смогу сосчитать». «Спокойной ночи», – сказал Женя. «И тебе спокойной ночи». «А ты сильно изменился». «Хочется надеяться, что в лучшую сторону», – сказал парень. «Надейся», – сказала Полина тихо, но этих слов он уже не услышал. Лиза готовилась к отъезду в город. Все вещи она уже собрала. Электричка через три часа. Осталось только встретиться с Егором. Девушка спешила в их укромное место, чтобы напоследок побыть с любимым. Егор уже ждал ее. «Почему ты опоздала?» – недовольно спросил он. «Отец на обед приходил. Я ждала, когда он уйдет». «Понятно. Раздевайся». «Егор, ты хотя бы мне что-нибудь приятное сказал. Мне кажется, что ты меня не любишь». Парень стал торопливо раздевать девушку. «Что за ерунда? Конечно же, люблю». Лида посмотрела на любимого, не понимая, правду он говорит или нет. Егор повалил девушку на землю. Потом Лида лежала и смотрела на облака, которые медленно проплывали по голубому небу. Она не ощущала взаимности от Егора. «Лидусь, у меня не получится тебя проводить. Обещал помочь родителям по хозяйству». «Ничего страшного», – сказала Лида, поправляя волосы. «До свидания, Егор». И молодые люди разошлись в разные стороны. Электричка отправлялась в путь. Лида села возле окна. Она не могла сдержать слез. Егор в последнее время был очень холоден с ней. Ей казалось, что он ее не любит. Сердце ныло от боли и несправедливости. Но, как оказалось, самое тяжелое ее ждало впереди. Через некоторое время Лида поняла, что она беременна. Девушка надеялась, что когда Егор узнает об этом, он позовет ее замуж. В противном случае она не знала, как объяснить все родителям. Поехать в деревню она могла только на Новый год. Тогда она и поймет, как на самом деле относится к ней Егор. А пока Лида жила ожиданием. Ее мучил токсикоз. Лиду мутило даже от запаха пищи. Девушки, которые жили в одной комнате с Лидой, с недоумением смотрели на нее. Одна из них спросила. Ты, случаем, не беременна? Да, ответила девушка со слезами на глазах. Отец ребенка знает? Нет, не знает. Так нужно сказать. Я не знаю, как он на это отреагирует. И родителей боюсь. Особенно отца. Ты знаешь, мою беременную сестру бросил жених. Она тоже боялась рассказать обо всем отцу. Но нельзя же скрывать живот до бесконечности. Когда батя узнал, он, конечно, ругал сестру. Но когда увидел внука, то оттаял. Он хотел сына, а родились две дочки. Теперь батя Вовке души не чает. Я к чему все это говорю? Родителям нужно сказать. Если жених сольется, то они от тебя не отвернутся. А вдруг твой парень будет рад? Тогда по-быстрому распишитесь, пока живот не виден. Юля, спасибо, что поддерживаешь, сказала Лида. Тебе нужно на учет становиться. Выглядишь ты не очень. Доктор тебе витамины пропишет, и тебе полегче станет. Юля, мне стыдно. Я ведь не замужем. Не придумывай. Сейчас много пар живут гражданским браком. Хорошо, обязательно схожу в больницу. Только не затягивай с разговором, сказала Юля. Я хотела в конце декабря поехать в деревню. На декабря еще далеко. На ближайших выходных и поезжай. Расскажешь все своему парню, посмотришь на его реакцию. Ты права, Юля. Сегодня же поеду на вокзал и куплю билет. Лида очень хотела верить, что Егор позовет ее замуж. А если даже этого не случится, она хотя бы не будет зря надеяться. Мама очень обрадовалась, когда Лида приехала домой. Доченька, что-то ты стала совсем худая. Ты хорошо кушаешь? Да, мама, не переживай. Просто очень устаю на учебе. Я тебе из погреба сейчас достану варенье до капустки квашеной. Мама, расскажи мне лучше, что нового в деревне? Как Егор? Да ничего особенного. Полина, подруга твоя, стала встречаться с Евгением. Толковый парень. Не то, что его брат. Егор учиться никуда не пошел. Работать не хочет. Обхаживает молодую продавщицу. Лида, она ведь и к лучшему. Тебе он не подходит. Парень, конечно, видный, но для жизни другие качества нужны. Лида готовилась услышать что-то похожее про Егора, но все равно ее сердце бешено застучало. Лида вышла на улицу и направилась к Егору. Девушка постучала в дверь, ей открыл Женя. Здравствуй, а Егор дома? Здравствуй, Лида. Да, он спит. Я хочу с ним поговорить, можно? Можно, если у тебя получится его разбудить. Лида подошла к кровати, на которой спал Егор. Девушка аккуратно похлопала его по руке, но парень произнес что-то невнятное и повернулся на другой бок. Женя наблюдал за происходящим. Лида, он совсем недавно пришел. Сейчас ты его не сможешь разбудить. Пойдем, я тебе чаю налью, а потом попробую его сам разбудить. Лида сначала смутилась, но потом подумала, что поговорить с Егором все равно нужно. Спасибо, Жень, не откажусь. Парень пригласил девушку на кухню. Лида села на стул возле теплой печки. Женя наблюдал за ней. Ее явно что-то тревожило. Чтобы отвлечь Лиду от неприятных мыслей, Женя сказал, я слышал, что ты учишься на зоотехнике? Да, это так. Хочешь вернуться в деревню после учебы? Да, хочу. Здесь мои родители, мои друзья, мой дом. Я вот тоже не захотел оставаться в городе. Сейчас занялся своим фермерским хозяйством. Построил свинарник. Хочу еще построить помещение для крупного рогатого скота. Весной планирую арендовать поле и засеять его овощными культурами. Взял небольшой кредит на развитие бизнеса. Летом буду нанимать рабочих, так что планы у меня большие. Да, ты смелый парень. Начать свое дело с нуля не каждый отважится. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я думаю, что таких фермерских хозяйств с каждым годом будет появляться все больше и больше. Жалко только, что Егора не могу заинтересовать. Что-то я все говорю, говорю. Я о своей работе могу еще долго рассказывать. Допивай чай, а я пойду будить Егора. Спасибо тебе, Женя. Вскоре парень вернулся и сказал, что брат сейчас подойдет. Пока, Лид. Мне пора на работу. Было приятно с тобой поговорить. На кухню вошел заспанный Егор. Лида, ты приехала? Что-то произошло? Да, Егор, я беременна. Егор, кажется, еще не до конца проснулся и не мог понять, что говорит Лида. У нас с тобой будет ребенок, сказала девушка. Парень не понимал, что он должен сейчас говорить. Спустя минуту он спросил. Что ты намерена делать? Я? А почему я, а не мы? А ты, оказывается, быстро нашел мне замену. Как зовут новую продавщицу? Зачем ты здесь устраиваешь непонятно что? Да, мы с тобой были влюблены в друг друга, но чувства прошли. Я не думал, что так получится. Почему ты не предохранялась? Лида с большим трудом сдерживала слезы. Ее надежды рухнули. Я думала, что ты был со мной, потому что любил меня, а не из-за похоти. Перестань. Ну, ты этого хотела так же, как и я. Не надо делать из меня монстра. Да, хотела, потому что сильно тебя любила. Тогда нужно было поинтересоваться у подружек, как предохраняться. И это все, что ты можешь мне сказать? Ну, ладно, давай прекратим этот спор. Тебе нужно делать аборт. Ты ведь учишься в университете. А если этот ребенок родится, то тебе придется из него уходить. Могу дать немного денег. Спасибо. Обойдусь. Лида встала и направилась к выходу. Теперь она должна сама думать о своем будущем. Девушка ощущала обиду и разочарование. Лида выбежала на улицу со слезами на глаза, пах. Она шла по улице и горько плакала. Появляться дома в таком виде было нельзя. Вдруг Лиду сильно затошнило и вырвало. Она прислонилась к тополю и прошептала. Как же мне плохо. И тут она услышала голос Жени. Лида, что с тобой? Чем тебе помочь? Спасибо, со мной все в порядке. Немного закружилась голова. Я провожу тебя до дома. Я сейчас не хочу идти домой. Немного прогуляюсь. Хорошо. Давай вместе погуляем. Только холодно на улице. Давай я покажу тебе свою ферму. Можешь не переживать. Я не буду тебя ни о чем спрашивать. Если будет желание, то сама расскажешь обо всем. Предложил Женя. Лида растерялась, а затем согласилась. За время прогулки она придет в себя. Хорошо, Женя. Мне очень интересно увидеть твою ферму. Разговаривая, молодые люди не заметили, как дошли до свинарника. Женя пригласил Лиду войти. Поросята тут же оживились и захрюкали. В свинарнике нужно поддерживать нужную температуру. Я прихожу сюда и подтапливаю помещение. Здесь у меня живут поросята. Есть еще отдельное помещение для свиноматок и загон для хряков-производителей. Как же здорово у тебя здесь? Но как же ты успеваешь справляться с таким огромным хозяйством? Спросила Лида. Мне нравится этим заниматься. Если хочешь, на каникулах приходи ко мне работать. Мне помощь нужна. А у тебя будет и практика, и подработка. Жень, я подумаю. Спасибо за предложение. Летом ты ферму не узнаешь. У меня столько планов. Я смотрю, тебе уже получше. Хочешь, я провожу тебя домой. Спасибо, Женя. Не нужно. Я еще хотела зайти к подруге. Когда Лида ушла, молодой человек подумал, что она прекрасная девушка. Что же у них произошло с Егором? Нужно будет расспросить брата. Лида спешила к Полине. Ей больше не с кем было обсудить свои проблемы. После прогулки с Женей она пришла в себя. Девушка обратила внимание, как красиво запорошены снегом деревья, дома, дороги. Какое же прекрасное у нас село. Душа радуется, подумала Лида. Полина была дома. Она смотрела какую-то телепередачу. Лида, привет. А ты почему так рано приехала? Я думала, что ты приедешь на Новый год. Привет, Полина. Были срочные дела. Я хочу с тобой посоветоваться. Ты не занята? Нет, не занята. Проходи, ответила удивленная Полина. Она оценивающим взглядом осмотрела Лиду и сказала. Что-то ты совсем худая стала. На диет что ли села? Так зачем тебе? У тебя и так не было лишнего веса. Нет, ни на какой диете я не сижу. Об этом мне и нужно с тобой поговорить. Я надеюсь, что это останется между нами. Конечно, я никому не расскажу, что у тебя стряслось. Я жду ребёнка. Лидка, когда ты успела? В городе жениха нашла? Нет, не в городе. Хм, от Егора что ли? Да. Ты что, с ним спала? А чего не рассказала ничего? Хоть бы поделилась с подругой. Полина, сейчас не об этом разговор. Подруга, я от тебя такого не ожидала. Полина, почему я должна была об этом рассказывать? Это же личное. И что ты будешь делать? Рожать? Егору рассказала? Да, я была у него. Он ничего не хочет слышать о ребёнке. Посылает на аборт. Ну, конечно. Он же сейчас шаш не крутит с новой продавщицей. Да она и сама не против. Мне всё равно, с кем он сейчас встречается. Между нами всё кончено. Лида, а ты родителям рассказала? Ещё нет. Боюсь. Особенно отца. Ты же знаешь, какой он у меня строгий. И что ты будешь делать? Аборт. Лида, я слышала, что после аборта женщина может стать бесплодной. Полин, а какой у меня выбор? Кроме тебя, мне больше не с кем посоветоваться. Хм. Наверное, ты права насчёт аборта. Ты только начинаешь взрослую жизнь, а ребёнок тебе всё испортит. Я тоже так думаю. Сделаю аборт, и никто ничего не узнает. Всё правильно. Он, Танька, сколько абортов сделала и ничего. Да и в городе врачи хорошие. Полин, спасибо за поддержку. А как твои дела? Да. Да нормально всё. Работаю почтальоном. На ферму идти не хочу. Не нравится мне это. Встречаюсь с Женей. Женя хороший парень. Тебе с ним повезло. Я с ним встретилась у него дома, когда к Егору ходила. А потом мы с ним столкнулись на обратном пути. Он показал мне свою ферму. Я удивилась, сколько всего построил за такое короткое время. Да ерундой он занимается. Разве на ферме заработаешь много денег? У него же высшее образование. Лучше бы в город переехал. Я бы тогда точно за него замуж пошла. Но ведь у него тоже бизнес. И планы у него большие. Я думаю, что у него всё должно получиться. Он мне показывал свинарник. И я видела, как у него горели глаза. Ему нравится то, чем он занимается. Почему ты не хочешь ему помогать? Ведь это могло бы стать вашим семейным бизнесом. Лидка, ты что? Я не хочу всю жизнь ходить по навозу в галошах. Хватит с меня. Насмотрелась всего этого в своём детстве. Хочу быть богатой и счастливой. Полина, но для этого нужно что-то предпринимать. Тебе нужно пойти учиться, если не в институт, то хотя бы в колледж или техникум. Как в наше время без образования обойтись? В городе у тебя завязались бы новые знакомства. Может и работа хорошая подвернулась бы. Работая почтальоном? Богатой не станешь. У меня будет богатый жених, за которого я выйду замуж. Он увезёт меня на белой иномарке в новую счастливую жизнь. Ну ладно. Ты меня хоть тогда на свадьбу позови. А то ещё станешь богатой и зазнаваться начнёшь. С улыбкой сказала Лида, глядя на Полину. Хорошо ей жить в розовых очках. Полина, я пойду домой. Пообещала матери, что уйду ненадолго, а сама пропала. Завтра уже уезжаю. Пока, Лида! Сказала Полина. Когда подруга ушла, она подумала. Когда спать с Егором начала, то молчала. А как залетела, то за советами пришла. Скромницу из себя строила. А сама та ещё штучка. Лида вернулась в город и пошла в женскую консультацию. Перед кабинетом гинеколога она очень переживала. Когда подошла её очередь, девушка вся покрылась испариной. Вздохнув, она зашла в кабинет. Врач, женщина лет сорока пяти, сказала. «Я вас слушаю». Лида покраснела и тихо произнесла. «Я беременна». «Раздевайтесь до пояса, а затем ложитесь в кресло». Гинеколог осмотрела Лиду и сказала. «Срок беременности около 11 недель. Будете рожать?» «Нет. Я хочу сделать аборт». «А что думает по этому поводу отец ребёнка?» «Он не хочет, чтобы ребёнок рождался. Мне очень плохо, тошнота мучает, я почти ничего не ем». «Это токсикоз. Ваше состояние можно облегчить. Я пропишу вам лекарственные средства и витамины, которые облегчат ваше состояние. Вы сможете выносить и родить здорового ребёночка. Вы должны знать, что аборт – это убийство». «Я уже приняла решение, я настаиваю на аборте», сказала Лида и расплакалась. «Я не могу вам отказать, но обдумайте всё ещё раз. Не существует безвыходных ситуаций. Я дам вам направление на анализы. Если вы всё-таки решите делать аборт, то поторопитесь. Осталось совсем мало времени для этого». Лида сдала все необходимые анализы и поехала ложиться в больницу. Она сдала верхнюю одежду и медсестра проводила её в отделение. Она показала девушке её палату и сказала, «Располагайся, тебя позовут в операционную. Лида зашла в палату и увидела девушку, которая горько плакала. Она спросила, «Что случилось, я могу тебе помочь?» «Нет». «Мой малыш умер, у него остановилось сердце. И теперь мне будут делать аборт». «У тебя родятся другие дети, не плачь». «У меня это уже во второй раз. Первый ребёнок тоже умер». В палату заглянула медсестра. «Лида, пойдём со мной». Лида послушно встала с кровати и пошла следом за медсестрой. Дверь в операционную была открыта, и девушка увидела кресло и стол с какими-то инструментами. Лидия вдруг стала жутко, сердце бешено заколотилось. В голову пришла мысль. «Сейчас здесь убьют моего ребёнка». «Нет, ни за что». Девушка быстрым шагом пошла в палату, забрала свои пакеты с вещами и побежала в гардероб. Она быстро надела куртку и шапку и вышла на улицу. Женская дружба изменчива и непостоянна. Подруги могут превратиться в соперниц, если на горизонте появляется привлекательный мужчина, на которого претендует хотя бы одна из них. В случае Лиды и Полины произошло вот что. В тот день, когда подруги встретились, Женя зашёл к Полине и пригласил её на прогулку. Девушка недовольным тоном спросила у него. «Ты зачем эту Лидку на свою ферму водил?» «Что значит водил?» Она плакала. «Я не знаю, что у них там случилось с Егором». Мне захотелось отвлечь её от неприятных мыслей. Я решил пригласить её на ферму. «А Лидка везде успевает. Егор её бросил, и она на тебя глаз положила?» – возмущённо говорила Полина. «Зачем ты так говоришь о своей подруге? Она добрая и скромная девушка. Она ведь будущий зоотехник. Ей интересно было посмотреть моё фермерское хозяйство». «Тоже мне скромница нашлась. Она тебе переспать не предлагала случайно?» «Ты что, с ума сошла? Я даже не думал, что ты способна произнести такие слова о своей лучшей подруге». «А чего мне стыдиться? Ты хоть знаешь, что она ждёт ребёнка от твоего братца? Если не веришь мне, то у Егора поинтересуйся. Он подтвердит мои слова». «Полина, пусть они разбираются сами. Нам не надо в это вмешиваться, и не вздумай рассказать об этом кому-то ещё. Кроме тебя, я никому об этом не говорила. Вот и прекрасно». Молодые люди пришли к дому Полины. «До свидания», – сказал Женя. «Пока», – ответила Полина и пошла домой. Женя шёл домой и рассуждал о словах девушки. Он вспомнил, как Лида пришла к ним домой. Теперь он понимал, почему она так безутешно плакала. Похоже, Полина говорила правду. Сегодня он посмотрел на свою девушку другими глазами. Оказывается, в ней есть стервозность и злобность. Женя дождался возвращения Егора. «У меня есть к тебе разговор», – произнёс он, обращаясь к брату. «А завтра поговорим, я спать хочу». «Завтра не получится. Я с утра на ферму пойду, а ты в это время будешь спать». «Ну ладно, в чём дело?» «Я хотел узнать, ты в курсе, что Лида ждёт ребёнка?» «Да». «И что ты сказал ей?» «Сказал, чтобы она делала аборт. В жёны её я брать не собираюсь». «А зачем же ты тогда вступал с ней в близость?» «Она мне была симпатична. Потом мне с ней стало скучно. А секса она хотела даже больше, чем я». «Ну, здесь ты наверняка преувеличиваешь. Ты воспользовался тем, что Лида в тебя влюблена. Но я не понимаю, почему ты допустил то, что она забеременела. Есть же противозачаточное средство. Она сама должна была об этом позаботиться. Девчонки ведь принимают какие-то таблетки. Никогда не думал, что ты станешь таким безответственным. Только отцу с матерью ничего не говорят, он шум поднимут. Лидка сделает аборт и всё. Слушай, давай спать ложиться». Лида сидела на своей кровати в общежитии, а вокруг неё сидели соседки по комнате. «Ты умница, что не пошла на аборт», сказала Юля. Её поддержала Ксюша. «И я так думаю. Моя мать хотела сделать аборт, когда мной была беременна. Ей тогда тяжело было. Отец был после операции, в уходе нуждался. Да ещё маленький ребёнок был. Мой брат». Мать работала на износ и к отцу в больницу бегала. А тут ещё это беременность. «Но делать аборт уже было нельзя. Пришлось ей рожать. Когда я подросла, она рассказала мне эту историю». Отец поправился и всё наладилось. «Но я не знаю, как обо всём рассказать матери и отцу», сказала Лида. Но ничего рассказывать не пришлось. В деревне все узнали, что Лида беременна, благодаря Полине. Через некоторое время мама приехала к дочке. Соседки по комнате ушли, чтобы они спокойно поговорили. «Лида, почему ты от нас всё скрывала?» Спросила мама. «Я не знала, как вам всё объяснить», опустив глаза, сказала Лида. «Прости меня». «Я не понимаю, почему ты рассказала о беременности Полине, а не нам с папой. Теперь эту новость обсуждает вся деревня». «Что?» Отец сказал. «Сначала он рассердился, но потом к нам домой пришли родители Егора. Они просили сказать тебе, чтобы ты не делала аборт. Даже если вы не будете жить с Егором, от внука они не откажутся». Лида плакала. Ей было очень обидно, что Полина не смогла сдержать всё в тайне. И в то же время приятно, потому что родители Егора так отнеслись к её беременности. Мать погладила Лиду по голове и сказала. «Милая моя, ты не одна. Рожай ребёнка, мы тебе поможем. И с личной жизнью у тебя всё будет хорошо. Я уверена». После встречи с матерью, Лида почувствовала, как напряжение, которое сопровождало её все эти месяцы, стало уходить. Можно было спокойно вернуться к учёбе. Девушка успешно сдала сессию, сдав все экзамены на пять. Во время каникул Лида поехала в деревню. В доме родителей витала атмосфера любви и умиротворения. Мама готовила для дочери разные вкусности, а отец начал ремонтировать свободную комнату, из которой хотели сделать детскую комнату. Егора Лида больше не видела. Говорили, что он уехал в город с продавщицей. Девушка старалась не думать о бывшем женихе. Токсикоз Лиду больше не мучил, и последние недели беременности проходили спокойно. Юлия и Ксюша, помимо того, что проживали с Лидой в одной комнате, также были её одногруппницами. Девушки оказывали ей помощь в учёбе и во всём старались поддерживать будущую маму. Лиде требовалось успешно завершить учебный год, чтобы в следующем году перейти на заочное отделение и не прерывать учёбу. Её ожидало нелёгкое испытание. Рождение ребёнка по срокам совпадало с летней сессией. Преподаватели, понимающие, отнеслись к беременности Лиды, а девчонки в группе даже выразили готовность помочь с ребёнком. Её ожидало нелёгкое испытание. Рождение ребёнка по срокам совпадало с летней сессией. Преподаватели, понимающие, отнеслись к беременности Лиды, а девчонки в группе даже выразили готовность помочь с ребенком, пока Лида будет сдавать сессию. С поддержкой друзей и родственников все складывалось наилучшим образом. За три недели до сессии Лида благополучно родила мальчика, назвав его в честь дедушки Костей. А отчество решило дать по имени папы, Викторович. Став матерью, Лида стала еще красивее. Ее фигура приобрела более мягкие очертания. Младенец появился на свет здоровым и спокойным. Он словно осознавал, что маме необходимо сдать сессию. Экзамены Лида успешно сдала. Девчонки из группы по очереди гуляли с коляской в парке возле университета. Им нравилось заботиться о малыше и желающих помочь было предостаточно. Благодаря поддержке одногруппниц Лида смогла перейти на второй курс. Юля всегда была рядом и девушки стали близкими подругами. Когда начались каникулы, Лида пригласила Юлю погостить в ее родной деревне, где новоиспеченные дедушка и бабушка с большим нетерпением ожидали встречи с внуком Костей. В деревне произошли некоторые изменения за то время, пока Лида была на учебе. Женя расстался с Полиной. Сомнения в ее порядочности появились у молодого человека, когда она раскрыла тайну Лиды. А окончательный разрыв их отношений произошел, когда умерла бабушка Полины. Вот как все произошло. Женя от природы был чутким человеком. Когда он узнал о произошедшем, то захотел предложить свою помощь, если она потребуется. То, что он увидел в доме у Полины, вызвало у него шок. У бабушки осталось большое хозяйство. Из-за него и произошел семейный конфликт. Женя не увидел на лицах родственников покойной бабушки печали. Они делили ее хозяйство, а умершая пожилая женщина еще даже не была похоронена. Громче всех выступала Полина. Женя стала не по себе от всей этой картины. Продолжать отношения с Полиной он больше не хотел, о чем и сказал девушке после похорон. Женя с головой погрузился в работу. Увеличивающееся поголовье скота требовало больших трудозатрат. Молодому предпринимателю требовались рабочие руки. Вскоре после приезда Лиды Женя пришел в гости, чтобы увидеть своего племянника. В подарок Косте он принес большого плюшевого мишку. Мама Лиды устроила чаепитие. Все с интересом слушали Женю. Он рассказывал о трудностях, с которыми он столкнулся, о нехватке работников, о том, как скоро поедет в город, чтобы встретиться со своим однокурсником Андреем, которого хочет взять к себе на работу. Девушки с интересом слушали Женю. Окончив свой рассказ, молодой человек посмотрел на Юлю и предложил. А ты не хочешь попрактиковаться в моем фермерском хозяйстве? Тебе будет полезен такой опыт. Да и подзаработать сможешь. Я рассчитывал на Лиду, но у нее в этом году не получится. А твоя помощь мне нужна. Юля с радостью согласилась. Чаепитие завершилось на позитивной ноте. Женя сказал Юле, что на работу можно выходить уже завтра. Всем присутствующим было понятно, что между молодыми людьми проскочила искра. Кто бы мог подумать, что приезд Лиды и Юли так взбудоражит жителей Белой Березки. Лида непременно была объектом сплетен от насельчан, а все благодаря Полине. Девушка решила отомстить Жене и стала всем рассказывать, что Лида родила ребенка от Егора, а спит с его братом. Полина не обошла вниманием и Юлю, которая якобы приехала развращать молодых людей. Женя решил поговорить с Полиной. Он подкараулил ее, когда она шла с почты. «Привет, Полина! Давай поговорим. А я не хочу с тобой разговаривать», со злостью ответила Полина и хотела идти дальше. «Ты никуда не уйдешь, пока не послушаешь, что я тебе скажу. Обо мне можешь забыть. Все, чего ты достоин, это безмозглая Лидка и Юлька. Будет с кем навоз на ферме убирать». «Почему ты такая злая? Красивая девчонка, родители есть, работа. Другая бы жила и радовалась на твоем месте». «Смотри, останешься одна никому не нужная». «Лучше быть одной, чем с кем попала». «Полина, смотри, если не успокоишься и не перестанешь сплетни распускать, то я расскажу, как ты и твои родственники делили имущество бабушки, когда она еще в гробу не лежала. Люди тебя осудят». «Ну и ладно, если осудят. У меня теперь есть собственный дом, а вот ты до сих пор с родителями живешь». «Жалко мне тебя. Помешалось на деньгах. Жизнь пройдет, а ничего хорошего и не было». «Сама разберусь. В твоих советах не нуждаюсь. Жалей лучше Лидку. Залетел от твоего братика. Короче, я тебя предупредил. Живи как хочешь, а нас не трогай». Полина фыркнула, развернулась и пошла, виляя бедрами. Парень подумал про себя. «Ну и характер. Хорошо, что мы с ней разбежались». Вскоре Женя поехал в город и привез с собой молодого человека. Его звали Андрей. Рыжие волнистые волосы очень подходили этому улыбчивому парню с большими голубыми глазами. Он часто разглаживал их рукой, как будто пытался их выпрямить. Он приехал с гитарой и рюкзаком. Появление в Белой Березке симпатичного парня с гитарой не могло остаться незамеченным среди местных девушек. Теперь возле фермы часто можно было увидеть прогуливающихся молодых особ. С появлением Андрея дела на ферме пошли гораздо быстрее. Это был изобретательный парень с золотыми руками. С его появлением произошли существенные изменения. Были установлены автоматические поилки для скота. Появился дополнительный подогрев для маленьких поросят. Андрей был генератором новых идей. Конечно, на все не хватало ни средств, ни времени, но друзья терпеливо строили планы на будущее. Женя строил помещение для крупного рогатого скота, а Андрей занимался свинарником. Юля была ответственной за здоровье скота, а также за обед для работников. Работа спорилась. Под вечер ребята собирались послушать, как Андрей поет песни под гитару. Постепенно к ним присоединилась деревенская молодежь. У Жени появились новые рабочие руки. Мать иногда отпускала Лиду сходить пообщаться с друзьями. Иногда девушка приходила с коляской. У Юлии и Жени назревали романтические отношения. Каждый день молодой человек провожал ее домой. Однажды Женя пригласил ребят в кино. Мама отпустила Лиду и сказала, «Сходи, дочка, развейся. Я побуду с Костей». Костик рос спокойным и веселым ребенком. Он обожал дедушку и бабушку. В клубе Женя сел с Юлей, а Андрей с Лидой. Показывали мелодраму. После просмотра кинофильма молодежь разделилась по парам. Андрей предложил Лиде немного погулять. Начинало темнеть. Прохладный ветерок приятно освежал. Природа засыпала, только цикады своим стрекотанием напоминали молодым людям, что они не одни. Андрей собрал для Лиды букет полевых цветов, и они для нее были прекраснее самых дорогих роз. Андрей не был похож на городских молодых людей. Казалось бы, простой парень. Но в нем Лида разглядела то, чего не видела в других. Мужчину, за которым можно быть, как за каменной стеной. А его доброжелательность и жизнерадостность завораживали Лиду. С ним можно было ни о чем не говорить, а просто молчать и слушать ночные звуки природы. Лида отважилась сказать, Андрей, расскажи о себе. В моей жизни нет ничего особенного. Я всю жизнь жил в городе. Отучился в университете, пошел работать. Но работа мне была не по душе. Работал, чтобы были деньги на жизнь. А хотелось найти то, к чему будет лежать душа. Я люблю что-то создавать, например, новое оборудование, чтобы облегчить труд работников. Но где мне применить свои умения, я не знал. Когда Женька приехал ко мне и рассказал о своем фермерском хозяйстве, я тут же решил поехать с ним. И ни разу об этом не пожалел. Природа здесь потрясающая. Все какое-то настоящее, что ли. В городе высотки рекламные щиты не дают вдохнуть полной грудью. А здесь я ощущаю свободу по сравнению с городом, в котором требуется соблюдать определенные правила. Какую одежду носить, как вести себя и так далее. Я полностью с тобой согласна. После окончания университета обязательно вернусь в родную деревню. Здесь мои родные, друзья, мой дом. А у тебя есть девушка? Была, но мы расстались. Она ушла к другому. Я очень переживал, но что поделать, такова жизнь. Это тоже одна из причин, почему я уехал из города. В Белой Березке я начал новую жизнь. Познакомился с новыми людьми, встретил тебя. Я хочу ухаживать за тобой. Мы с Женей договорились построить дом на две половины, чтобы жить рядом и помогать друг другу. Андрей, у меня ведь есть сын. Это замечательно. Я люблю детей. Я всегда думала, что чужие дети никому не нужны. Родители могут разойтись, но ведь дети в этом не виноваты. Они тоже имеют право на счастье. А если Егор захочет, чтобы вы снова были вместе, что ты будешь делать? Алида тихо сказала. Для меня его больше нет. Он от нас отвернулся. Своего сына я хочу воспитать настоящим мужчиной. Я бы хотел тебе помочь. Время все расставит по своим местам. Когда молодые люди подошли к дому Лиды, она повернулась к Андрею и сказала. Спасибо за прогулку. Мне так хорошо было с тобой. Андрей поцеловал Лиду в щеку. Спокойной ночи. До завтра. Алида зашла в дом, стараясь не шуметь. Костя спал в своей кроватке. Как же она любила сына. Девушка осторожно взяла малыша и приложила к груди. Костя начал кушать. Когда ребенок поел, Алида положила его обратно в кроватку и укрыла одеялом. Она легла в свою кровать. Перед тем, как уснуть, она думала о приятном вечере, проведенном с Андреем. Лето в белой березке. Прекрасная пора. Какая скромная красота у русской деревни, живущей в неспешном ритме. Даже отсутствие удобств и хороших дорог не портят общее восприятие. У Жени и Юли отношения успешно развивались. А Полина жутко злилась, зная об этом. Ее сердило то, что вокруг Жени собралась молодежь. В белой березке появились активисты, которые стремились изменить жизнь деревни к лучшему. На вечерней встрече обсуждались самые главные задачи на лето. «Давайте построим стадион. Ребята по деревне болтаются, не зная, чем заняться. А так в футбол будут играть. Можно будет организовать турниры между деревнями и селами», – предложил Толик, одноклассник Лиды. «Футболистам нужен тренер. А где его взять?» – спросил Женя. «Будет футбольное поле. Найдется и тренер», – сказал Андрей. «Много денег не потребуется. Надо только разровнять площадку и сходить в администрацию, выписать лес, чтобы построить трибуны». «Замечательно! Когда Костя подрастет, он тоже будет играть в футбол», – радостно сказала Лида. «Главное – это начать. А там уже можно подумать и о баскетбольной площадке. Я схожу в администрацию, а осуществлять задуманное будете сами. Вы знаете, что работаю на ферме. Помочь со строительством вам не смогу», – сказал Женя. «Сами справимся! Ты насчет материала договорись, а остальное мы уж как-нибудь сами», – согласился Толик. Глава администрации поддержал задумку молодежи и выделил древесину и участок земли для стадиона. Вечером молодежь собиралась у Жени, чтобы обсудить строительство стадиона. Толик начертил план, который ребята одобрили. В выходные дни строило трибуны почти все мужское население Белой Березки. Жены приносили обед работникам. В конце сентября планировалось открытие стадиона и первый матч с соседней деревней Алексеевкой. Полина со своим сложным характером оказалась неудел. Успехи Жени ее раздражали и злили. Задумала она «недоброе дело» – подсыпать отраву для мышей и крыс в корм скоту на ферме Жени. Вечером она пробралась к кормушкам и положила туда протравленный ядом корм. Полина с нетерпением ждала результата. Утром парни увидели двух погибших свиней. Несколько животных были в тяжелом состоянии. Женя и Юля стали разбираться, что же произошло. У свиней шла кровавая пена. «Скорее всего, они отравились», сказал Женя. Но как это могло произойти? В это время Андрей отошел от ребят. Недавно он установил камеру, которая могла пролить свет на произошедшее. Удача от парня не отвернулась. Через некоторое время Андрей позвал Женю. «Я на днях поставил камеру на входе. Смотри». И он включил запись. «Ты знаешь эту девушку?» – спросил Андрей. «Да, это же Полина. Зачем она это сделала? Чтобы навредить мне? Мы не закрыли свинарник. Это будет для нас хорошим уроком. Андрей, какой ты молодец. Изобретатель наш. Нужно эту запись отвезти в полицию». Несколько дней ребята выхаживали свиней, которые пострадали. Когда они поправились, Женя поехал в полицию и подал заявление. Чего-чего, а этого Полина не ожидала. Девушку допрашивали. Ей показали запись с видеокамеры. Полина жутко испугалась, что ее могут посадить в тюрьму. Во всем призналась. Выездное заседание суда состоялось в деревенском клубе. На него пришли почти все жители Белой Березки. Еще бы. На таких мероприятиях им еще не доводилось бывать. К тому же в качестве обвиняемой была первая красавица деревни. Люди рассаживались в зале. Вошли Лида и Андрей и заняли свободные места. Все с интересом смотрели на них. От этой пары исходило что-то большое и светлое. И это была любовь. Женя и Юля сели в первом ряду. Они внимательно слушали обвинения. Полина и представители суда сидели на сцене. Она была очень бледной. Она смотрела в пол. Во время суда Полина вела себя очень скромно. Ее вину никто не доказывал, потому что девушка сама во всем призналась. Суд принял во внимание то, что у Полины отсутствовала судимость и назначил ей штраф. Женя был вполне доволен вынесенным решением. Теперь можно было рассчитывать, что Полина оставит его в покое. Женя и Юля проводили много времени вдвоем. Почти каждый вечер гуляли, много разговаривали и обсуждали дела фермерского хозяйства. Женя был счастлив, что повстречал девушку, которая интересна то же, что и ему. Чувства молодых людей были взаимными, поэтому они не скрывали ни от кого своих отношений. Подходило к концу строительство помещения для крупного рогатого скота. Шла заготовка сена. Женя хотел приобрести еще несколько коровок и быка. Андрей занимался конструированием кормушек для скота. Со дня приезда Лиды и Юли в Белую Березку прошло чуть больше месяца. Наступил август. Поспевали яблоки, огурцы, помидоры. На футбольном поле появились трибуны. До проведения первого матча оставалось несколько недель. Глава администрации закупил футболки для деревенских футболистов. Молодежь стала обсуждать следующий объект. Деревня жила. Жители Белой Березки сплотились благодаря общему делу. В деревню вернулся Егор. Что-то у него не срослось в городе. Мать обрадовалась приезду сына, а отец сказал, чтобы он шел работать. Но с этим Егор не спешил. Он начал выпивать и ходить к Лиде. Сначала клялся в любви, а потом требовал показать сына. Отец Лиды выставил его за дверь. Затем взялся за Андрея, которого винил во всех своих неудачах. Один раз даже произошла драка между Егором и Андреем. После этого Андрей ушел из дома Жени и поселился на ферме. Алексей не мог обуздать младшего сына. Он совсем отбился от рук. Поведение Егора подорвало здоровье матери. Люба сильно переживала, глядя на то, как спивается ее сын. После очередного запоя Егора у нее стало плохо с сердцем. Скорая отвезла ее в больницу. Женя приехал навестить маму. Женечка мой приехал. Рассказывай, как твои дела? Мама, все в порядке. Ты как? Тебе лучше? Спросил Женя. Ты приехал и мне сразу стало легче. Какой ты у меня хороший. Что бы я без тебя делала? Мама, ты многое для меня сделала. Я же помню, как ты приняла меня в свою семью. Женечка, ты мое счастье. Я когда тебя увидела, то сразу же полюбила. Я тоже люблю тебя, мама. Я тебе покушать привез. Юля готовила. Юля прекрасная девушка. Делай ей предложение и сыграем свадьбу. Вот когда тебя выпишут, то сразу же познакомимся с ее родителями. Выздоравливай, мама. Женя поцеловал ее в щеку и вышел. Люба лежала и думала. Вот как бывает. Чужой ребенок оказался ближе своего. За Женю я спокойна. А вот что же будет с Егором? И женщина заплакала. Ее сердце болело от отчаяния. Люба предчувствовала, что с Егором произойдет что-то плохое. Парень почти все время был в подвыпившем состоянии, притягивая к себе различные проблемы. В Белой Березке был праздник. Вечером должно было состояться открытие стадиона и первый матч с командой из Алексеевки. На стадионе организовали буфет, возле которого можно было перекусить пирожками с чаем. Команда футболистов из Алексеевки уже была на стадионе. Установили микрофон, чтобы глава администрации мог произнести торжественную речь. Ожидалось, что придет много народа. Лида и Андрей тоже пришли, чтобы увидеть открытие стадиона. С собой взяли Костю, который спал в коляске. Молодые люди прогуливались, ожидая начала мероприятия. Погода стояла солнечная и безоблачная. Ребятишки гоняли мяч. А Лида наблюдала за ними с умилением. «Как замечательно, что теперь у этих мальчишек появилась возможность играть в футбол на настоящем стадионе!» Сказала она Андрею. «Да, надо только найти для них тренера, который сможет увлечь их. Костик подрастет и тоже будет заниматься. Ты же не против?» Вдруг появился Егор, который был в сильном подпитии. «Это мой ребенок! Ты че это здесь решаешь, куда ему ходить? Своих детей заводи!» – кричал он. «Завести детей несложно, а вот быть им хорошим отцом не каждому дано!» – ответил Андрей. «Ты это на что намекаешь?» Егор подошел вплотную к Андрею. Лида испугалась и закричала. «Прекрати сейчас же! Убирайся отсюда!» Между Егором и Андреем началась драка. Вовремя подоспел Женя и еще пара парней. Они растащили дерущихся. Егор рассек Андрею губу и порвал футболку, а под его глазом красовался синяк. Женя схватил Егора и отволок подальше от Лиды и Андрея. «Иди проспись, а не то попадешь в милицию!» – сказал он брату. «Ты че меня запугиваешь? Ты мне кто, чтобы указывать, что делать? Мать тебя из жалости взяла к себе!» Женя вышел из себя. Он не смог сдержаться и врезал Егору. Тот отлетел в кусты. «Если увижу тебя здесь, то не обижайся!» «Пошел отсюда!» – сказал Женя. Потом он подошел к Юле, обнял ее, и они пошли к Лиде и Андрею. Когда все расселись по своим местам, зазвучала торжественная музыка, и глава администрации поздравил жителей Белой Березки с открытием стадиона. А потом начался матч. Болельщики поддерживали футболистов. Матч закончился со счетом 3-2 в пользу жителей Белой Березки. Егор не успокоился. Он выпил еще водки и угнал Ниву главы администрации Алексеевки. Пьяный Егор не смог справиться с управлением и упал на автомобиле в местное озеро. Парня в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Егору сделали операцию. Пять дней он лежал в реанимации и медленно приходил в себя. Его тело как будто было чужое. Ног он не чувствовал совсем. Егор сходил с ума от отчаяния. Он молчал и ни с кем не разговаривал. Теперь у него появилось много свободного времени, чтобы подумать о своей жизни. Его соседу по больничной койке, мужчине средних лет с переломом лодыжки, удалось разговаривать Егора. «Я слышал, тебя зовут Егором. Что с тобой случилось?» Спросил мужчина. «Да, меня зовут Егор. Вел неправильный образ жизни и вот теперь наказан за это. Сейчас у меня появилось время, чтобы все обдумать, но что я могу изменить? А вдруг я больше не смогу ходить? Какой тогда смысл жить? Ты лучше подумай, что полезного ты можешь сделать для других, для своих родных». Эти слова Егор запомнил. У него появился смысл жизни. Родственники, сколько могли, скрывали аварию, в которую попал Егор. Но долго это не могло продолжаться. Однажды мама узнала о том, что случилось с ее младшим сыном. Она все время проводила у кровати Егора, несмотря на то, что он заверял ее, что он сам может себя обслужить. Но все усилия матери и докторов не смогли повлиять на ситуацию. Егор стал инвалидом. Он не мог ходить из-за серьезной травмы позвоночника. Только после этого Егор понял, какую бесцельную жизнь он вел до этого. Жаль, что это понимание пришло к нему только сейчас. Через полтора месяца после выписки Егора из больницы, Люба умерла. Изболевшееся материнское сердце не смогло вынести постоянной боли за младшего сына. На дворе стоял ноябрь. Природа была непредсказуема. То шел затяжной проливной дождь, то небо становилось ясным и светило солнце. После смерти Любы, которая стала неожиданностью для всей семьи, жизнь постепенно входила в свое русло. Женя, как мог, поддерживал папу и заботился о младшем брате. Егору приобрели инвалидное кресло. Жене было тяжело простить брата, но со временем он смог это сделать. Постепенно все налаживалось. Жизнь продолжалась, но без Любы. Женя сделал предложение Юли. Девушка с радостью ответила «да». Вместе с папой они ездили к родителям Юли, чтобы познакомиться. Те, в свою очередь, обещали нанести ответный визит. Они хотели посмотреть, как живет Юля. Свадьбу запланировали после рождественского поста. А пока полным ходом шло строительство на ферме. В новом помещении уже находились дойные коровы и бык-производитель. Фермерское хозяйство активно развивалось. Юля и Лида перешли на заочную форму обучения. Юля переехала к Жене. После смерти Любы дом нуждался в женских руках. Девушка оказалась хорошей хозяйкой. Следила за домом и хозяйством. Вкусно готовила. Егор стал часто посещать местный храм. Он много читал и планировал поступить в техникум. Егор очень надеялся наладить отношения с Лидой и Андреем, чтобы видеть сына. Получится ли это у него? Покажет время. Егор верил, что его мама обрела покой, наблюдаясь с небес за своей семьей. Жизнь Лиды кардинально изменилась за последнее время. Теперь она могла отличить настоящую любовь от мимолетной влюбленности. После знакомства с Андреем, девушка просто расцвела благодаря его вниманию и заботе. Лида представила жениха родителям. Андреем понравился своей простодушностью и доброжелательностью. Но самое главное, у него были искренние чувства к Лиде. Девушка тоже полюбила его всем сердцем. И это было видно невооруженным глазом. Осенью молодые люди поженились. Пышной свадьбы они не устраивали. Позвали только самых близких. Андрей усыновил Костю и полюбил его как родного сына. Мальчик рос здоровым и веселым ребенком. Он искренне радовался, когда любимый папа приходил с работы. И тут же бросался его обнимать. Андрей любил заниматься с Костей. Молодой папа сам был похож на ребенка, когда бегал с сыном по дому, изображая различных героев сказок. Костя весело хохотал, показывая свои первые маленькие зубики. Перед сном молодые родители любили прогуливаться с сыном по деревне. Бабушки на лавочках называли их хорошей семьей. Пока Лида и Андрей жили вместе с родителями. Но в следующем году молодой мужчина вместе с другом Женей планировал строительство двухэтажного дома на две половины. Они уже нашли участок в живописном месте для будущей усадьбы. А все благодаря помощи главы администрации. Он радовался, что молодые люди остаются в деревне. Благодаря им белая березка стала преображаться. Но впереди предстояло еще много работы. Прошло пять лет. Женя, Юлия, Андрей и Лида продолжали развивать фермерское хозяйство, которое производило экологически чистую продукцию. Женя наладил ее поставку в городские заведения общепита. Кроме того, молодой мужчина нашел заказчиков, владельцев магазинов экологически чистых продуктов. Одним словом, сбыт продукции был налажен. Впереди у молодых предпринимателей было еще много планов. Мужчины совместными усилиями построили большой дом на две половины, а также обустроили детскую площадку, на которой с удовольствием играли двое детей. Костя и маленькая Маша, дочь Жени и Юли. Иногда возле площадки можно было увидеть инвалидное кресло с молодым мужчиной, который читал детям книжки. Однажды Егор увидел во сне мать. Она смотрела на него нежным и добрым взглядом. Это был единственный человек, который все ему прощал. В Белой Березке прошло открытие настоящего стадиона. На нем располагалось огромное футбольное поле, дорожки для пробежки, разнообразные тренажеры для взрослых и детей. Жители деревни начали активно заниматься спортом. После осенних сельскохозяйственных работ число людей, которые приходят на стадион, должно было значительно увеличиться. Два выпускника школы поступили в Университет физической культуры, чтобы после окончания учебы работать тренерами в своей родной деревне. Полина после содеянных злодеяний уехала в город. Обеспеченного жениха она так и не нашла. Говорили, что она вышла замуж за обычного мужчину, который работал сварщиком, и молодые родители ждут первенца. Судьба словно клубок, в котором соединяются нитки различных расцветок, создавая полотно жизни. Оно может быть светлым, темным, ярким или блеклым, в зависимости от поступков человека. Жизнь нередко любит запутывать нитки. Иногда они могут обрываться. Но в ее умелых руках нити, которые оборвались, снова переплетаются в красивые цветные полотна, полные счастливых событий.